Новое видео выходит каждый день в 20.00 Ролик сделан при поддержке Arizona RP Вся дополнительная информация в описании Вертеич, привет Ну ладно, давайте вот до всего вот этого Я просто вам хочу, знаете что сказать? То, что Arizona, Роллиплейфеникс, IP, а также мой никнейм По которому вы сможете получить себе на руки своего персонажа целых 300 тысяч вертов Все это находится в описании данного видеоролика Заходите туда, ознакомливайтесь со всей информацией Там, знаете ли, плотно, частично или максимально Не знаю, в общем-то, как хотите, так все это и, ну, в общем-то, делайте Однако, давайте, знаете, что установим Я отношусь к Вертеичу абсолютно точно нейтрально И мое мнение насчет всей этой ситуации будет, ну, знаете ли, такое максимально нейтральное До этого я также делал ролики про Вертеичи И вроде как там тогда все было нормально Я до сих пор не знаю, что по ситуации с Ревентом Как там, что, они вроде как хотели то ли в суд идти, то ли еще куда-то По итогу вся ситуация как-то замялась И по итогу ничего интересного, никакого интересного контента со всего этого мы не получили И лично для меня это, ну, сами понимаете, ну, как-то, ну, такое себе Потому что я-то ожидал тут сейчас контентища, суды, там, разборы всего этого Возможно, какие-то, опять-таки, нужно будет кодексы почитать Я люблю это делать и потом, знаете ли, всем этим козырять в каких-то своих видеороликах Я вот думал, неужели, наконец-то, будет нечто подобное Потому что всегда интересно почитать кодексы Насчет того, вообще, как там, что происходило, как там, что было Ну, наверное, ладно, в общем-то, неважно Вся ситуация с Ревент Ролиплей вроде как замялась А Вертеич молчит, ничего не говорит Это было уже, можно сказать, было более года назад Но, на самом деле, прошло там несколько месяцев Вот И, в общем-то, вся эта ситуация, она, ну, такая себе, знаете, в общем-то, с Ревентом Потому что там уже все замялось Вроде как все деньги были отданы успешно И все это было, ну, как бы, нормально Поэтому, как-то вот именно так все это происходит Но сегодня произошла, ну, вернее, не сегодня А уже, там, несколько дней назад Произошла немного другая ситуация Связанная, опять-таки, с Вертеичем И с проектом Аномальск РП Это проект, насколько я понимаю, в КРМП И, вроде как, владеет им лорд Я могу ошибаться, но, вроде как, это и вот именно так Ну, давайте вот так вот Давайте я просто вам не буду лить воду Чтобы вы, как обычно, в комментариях не писали Ой, зашли на канал Посейдона Ой, этот Посейдон опять там что-то рассказывает Что-то вообще неинтересно И вообще, что он тут нам может рассказать Давайте я не буду просто все это делать Мы кратенько пробежимся по всей ситуации И на основании всего этого я сделаю какие-то свои выводы В общем-то, проект Аномальск Рулеплей В срочном порядке Там, заплатил Вертеичу За, по всей видимости, какие-то отдельные ролики Была внесена, в общем-то, предоплата И на протяжении двух месяцев после этой предоплаты Разумеется, ни роликов, ничего не было Просто вот как бы, просто была внесена предоплата И вот на протяжении вот этих вот самых двух месяцев Как-то там, знаете ли, ничего такого особого не происходило Потому что, ну, типа, внесена предоплата и все И как-то и Аномальск, наверное, не особо писал И Вертеич-то сам неохотно отвечал Вот, и, в общем-то, через два месяца Вот этот вот, знаете ли, КПН Который вроде как является каким-то разработчиком Каких-то там, я не знаю, вещей на этом самом Аномальск Рулеплей Написал на своей страничке ВКонтакте Что Никита Вертеич, знаете ли, взял деньги там предоплатой И ничего как бы не сделал И до сих пор ничего не вернул И вот как-то это не особо нормально После всего этого, после того, как все это увидели Там какие-то преданные игроки Аномальск Рулеплей Вот этого самого, начали в срочном порядке В срочном образе флудить Вот этому вот самому Никите Вертеичу Там то ли на стену, то ли в личное сообщение ВКонтакте В общем-то, везде, куда могли Туда и флудили И уже через несколько, насколько я понимаю, часов То ли часов, то ли минут, это не имеет особого значения В общем-то, через какой-то маленький промежуток времени Все, то есть Никита Вертеич вышел на связь И отдал эти самые деньги И, казалось бы, ситуация абсолютно-таки точно плевая Но к чему я все это подводил? Наверное, к тому, что, ну, Вертеича вот начали обвинять в мошенничестве То, что он вот такой вот мошенник, там, наебал проект на деньги Хотя во всех случаях он эти самые деньги отдавал И, ну, как-то это странно немного Обвинять человека в мошенничестве При том, что деньги он отдает, да, под общественным давлением Да, под резонансом Но нельзя забывать и то, что человек мог забыть Вот просто вот так вот забыли Взял деньги и забыл Однако это ни в коем случае его не оправдывает Просто я говорю, что такое вполне могло бы И то, что Вертеич спустя несколько, там, я не знаю, часов, минут, неважно Вернул деньги и как бы все было нормально И то, что Кайпен сказал, что все, никаких претензий там больше нету Но осадочек, разумеется, остался Ну, я не знаю, остается только спросить у вот этих вот самых людей Сномальска рулеплея Почему вы раньше-то молчали? Ну, почему? То есть два месяца вы ждали, 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 ждали И только потом решили написать какой-то пост у себя на страничке ВКонтакте Да, разумеется, некоторое время нужно подождать, чтобы там и ролик вышел И там деньги вернули или как-то договориться, допустим, о возврате И он там игнорил Но, блядь, месяц, допустим, все То есть месяц прошел, уже, может, полтора, два месяца люди ждали И только после этого соизволили написать Вполне возможно, эти деньги были, ну, не критичны, да Но, тем не менее, заплатили человеку Он работу не выполнил И вы знаете, что это Никита Вертеич Что вроде как он такой, знаете ли, в роликах весь добрый, весь хороший Но мы уже знаем то, как вот эти вот добрые, хорошие люди в роликах А в реальной жизни, так сказать, садись в машину Вот, но, ладно Это уже немного другая история И насчет этого мы не будем особо заостряться И, типа, вот ты на всю эту ситуацию смотришь И понимаешь, что даже вот, что большие ютуберы, как бы, тоже обманывают В какой-то степени, да Ну, то есть, мошенничество, это вообще что? То есть, многие, вообще, путают такое понятие, как мошенничество с обманом Мошенничество, это злоупотребление доверием В первую очередь Ну, или не в первую очередь, а не в последнюю очередь Это злоупотребление доверием И Вертеич сделал вот именно так То есть, злоупотребил доверием То есть, люди доверились Поняли, что это, как бы, Вертеич И то, что ему можно доверять Скинули деньги, и вот так вот получилось Ну, то есть, это своего рода мошенничество Но, тем не менее, деньги были отданы И, вроде как, ну, все было, ну, нормально Вроде как Однако, вот такое, знаете ли, немного подозрительно Ну, то есть, мне непонятно Вот лично мне непонятно, как какой-то ютубер может брать деньги И со спокойной душой не делать видеоролики Ну, то есть, как такое происходит? Ну, мне непонятно Вот просто, вот ты взял деньги, причем это Швертеич Там же по-любому суммы-то не баллы И тем более, это КРМП За КРМП обычно берут, ну, побольше люди-то, уважающие себя И, типа, ну, это забавно Вот лично мне непонятно Я бы никогда так не смог взять деньги И не отчитаться за ролик Ну, мне непонятно Ну, как? Ну, вот Как-то оно вот так вот именно и происходит Однако, ладно На этом я бы хотел закончить данный видеоролик Опять же, хочу сказать, что я нейтрально отношусь к Швертеичу Раз уж он все вернул, то заслуживает какого-никакого снисхождения Чтобы мошенником его больше не называли Да и контент у него один из самых лучших контентов для детей Он, знаете, такой пятиминутный То есть, можно зайти там, посмотреть перед школой Перед, я не знаю, детским садом И просто насладиться вот этим вот самым контентом Даже я иногда бывает залипаю Смотрю, это единственный детский контент на GTA, сам в Ютубе Который я могу смотреть И вот меня не тянет блевать Поэтому Вертеич симпа Вертеич любовь И чтобы больше не забывал Сделать рекламу Или там, знаете ли, отдать деньги Если на это уже договорились Всем спасибо за просмотр данного видеоролика IP Arizona Roleplay Phoenix находится в описании Всем спасибо Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok